Вашингтон Своими корнями он восходит к царям России и Грузии Российский император Николай I приходился ему прапрадедом Песня Я пел по-русски, потому что я грузинских песен не знал И до сих пор очень мало знаю Пели русские романсы или английские? Я пел русские военные песни старого времени Царского времени Но я больше песен от отца научился Отец Давида, Павел Александрович Чавчавадзе Являлся прямым наследником последнего царя Грузии Георгия XII Он родился в Петербурге В семье генерала царской армии Участника Первой мировой войны Александра Захаревича Чавчавадзе И фрейлины императорского двора Марии Павловны Родзянко После 17 лет совместной жизни супруги расстались Мария с детьми уехала в Лондон Где Павел успешно закончил колледж Святой Троицы До вторжения Красной армии в Грузию Павел несколько раз навещал отца в родовом имении в Цинандали Просил его покинуть Грузию Но отважный полководец предпочел службу в армии Независимой Демократической Республики В 1930 году он был расстрелян большевиками Такая же трагическая участь постигла и Георгия Михайловича Романова Внука императора Николая I Расстрелянного большевиками в Петропавловской крепости в 1919 году Его супруга Мария, внучка короля Греции Георга I С двумя дочерьми бежала в Англию Одна из ее дочерей, Нина Романова, повстречалась в Лондоне с Павлом Чавчавадзе Молодые влюбили друг друга и решили пожениться Вскоре у них родился единственный сын Давид Я родился в Англии, но я уехал из Англии, когда мне было три года То, что вы говорите по-русски, это заслуга вашей няни, веры? Очень помогло Нет, конечно, не исключительно Ваши родители говорили с вами по-русски? Да, между собой и со мной всегда по-русски Но они были молодые и они кутили А я был с этой русской няней из Новгородской губернии В 1927 году семья переехала в США, в Нью-Йорк А затем обосновалась на полуострове Кейпкот Денег у них было мало Но почти за бесценок они купили старый дом В местечке Вэлфлит, штат Массачусетс Павел работал в судоходной компании и в отделении Красного Креста Он был одним из основателей грузинского землячества в Нью-Йорке В годы мировой войны Павел служил в чине майора в американской армии Вот какой дух царил среди эмиграции того времени? Ведь люди потеряли все Но они не потеряли любовь к родине? Дух? Нет, они, конечно, не потеряли Но они думали, что, может быть, подождут 5 лет, 10 лет даже И тогда мы вернемся И только когда они уже 15 лет сидят Они думают, что нужно все-таки как-то приучиться здесь жить И большинство из них так и сделало, приучилось Отец Давида начал писать Издал 5 собственных книг на английском Одна – семейный альбом, роман автобиографического характера Другая – горы Аллаха Описывает события, происшедшие летом 1854 года Когда вооруженный отряд мусульманского лидера Шамиля Напал на имение его предка, генерала царской армии Давида Александровича Чавчавадзе Разбойники ограбили дом, подожгли его и увели с собой 23 женщин, детей, включая жену и детей генерала Давиду Чавчавадзе пришлось заложить дом и лишь через год выкупить заложников за 14 тысяч золотых рублей Мои русские предки все-таки все выступали в царской России, в армии И там очень хорошо действовали И они тоже продолжали быть грузинами Кроме моего деда, все имели грузинских жен Это очень важно для детей, иметь грузинскую жену Вот заходите сюда Это герб Одна из них, Захария Чавчавадзе, другой Романовы, времен Александра Первого Они все Мой дед, он просто был влюблен в Грузию Он родился в Грузии, он первый, который родился в Грузии Следующей в Грузии родилась одна из его дочерей Нина Нина Георгиевна Романова появилась на свет в Боржоми В дворцовом комплексе Ликани Возведенном ее дедом, наместником Кавказа, Михаилом Романовым По проекту архитектора Бенуа Михаил Николаевич Романов с уважением относился к грузинской культуре С его именем связаны застройка Боржоми Утверждение плана нынешнего театра оперы и балета в Тбилиси Проспект Ахмашенебели и больница, расположенная на этой улице Тоже назывались его именем Михаил жил в Грузии 17 лет подряд И мой дед родился в Грузии И влюбился в кого? Нино Чавчавадзе Но это была другая Нино Чавчавадзе Ее племянница, дочь ее брата Давида Но ее мать сказала никаких Потому что если ты выйдешь замуж за этого великого князя Ты будешь его морганатической женой Он не имеет права ее сделать великой княгиной А ты происходишь от Багратенов А ты не можешь Я не хочу, чтобы ты была бы Такой второстепенной женой И оказывается, что родственники Мираб Кахашвили от нее Я от ее сестры Отвергнутый великий князь Георгий Михайлович Романов Не женился до 37 лет Затем обвенчался с внучкой короля Греции Георга I Принцессой Марии И поселился в Крыму Где в память о своей грузинской возлюбленной Построил храм святой Ниной Ниной назвал он и свою дочь Нину Георгиевну Романову Впоследствии она взяла фамилию мужа И стала Ниной Чавчавадзе Матерью Дэвида Я всегда сожалел, что не видел своего деда Георгия Михайловича Но я видел его во сне Как будто на мне была военная форма Американской армии Я шел с группой офицеров И я спросил их Его высочество здесь? В американской армии так не говорят Они не удивились этому И я спросил опять Могу ли я его видеть? И вдруг я почувствовал, что на мне российский военный мундир Мундир царского времени С эпалетами С саблей И мне разрешили войти в палатку Дед сидел там за рабочим столом Посмотрел в мою сторону И сказал Потом он позвал меня, чтобы я сел рядом с ним Обхватил меня руками Обнял И сон на этом закончился Я никогда этого не забуду Материальные затруднения семьи Не отразились на будущем юного князя Он учился в одной из самых престижных школ На Восточном побережье И поступил в университет Который входит в так называемую Большую тройку элитных вузов США Школа, где я был Четыре года Бесплатно Эндово Как это называется Потом Ельский университет Тоже бесплатно Вы, можно сказать, пятое поколение Военное В семье Чапчавадзе И вы продолжили эту традицию Вы были на войне Расскажите о том, как вы оказались на Аляске Благодаря русскому языку Я попал в армию рядовым Два месяца в Каролине С винтовкой А тогда вдруг узнали, что я по-русски говорю Меня послали в одно место в штате Мериланд Где было 16 человек русских Но ни один из них не говорил По-английски, без акцента Потому я потом стал офицером Потому что я говорил без акцента по-английски А потом, когда мы кончили эти курсы Что с нами делать? Советские войска еще не были даже близко к американцам Не знали, что с нами делать А вдруг Аляска кричит Присылайте переводчиков Нам нужны переводчики Потому что мы даем самолеты советам Нужно переводить для пилотов Так что семь из нас поехали на Аляску И провели там всю войну Страшно повезло мне Я научился там Разным советским песенкам Как раз войны Фронтовые такие песни Эй, дороги, пыль до туман Полно тревоги и степной бурья Знать не можешь доли своей Может, Крым я сможет Посреди степей Но дальше вам пришлось уже быть в оккупированной Германии И переводить заседания, связанные с разделом этой страны Встречаться с известными советскими дипломатами Политиками Вот как это было По-моему, вы с Громыко встречались Громыко я вез из Аляски в Вашингтон То есть я не вез Я переводил для пилотов Люди, которые старались из Москвы В Вашингтон ехать И наоборот В то время ехали через Аляску А Громыко приехал на старом самолете Ужасном, американском Я с ним сидел 2-3 дня После войны Вы начали работать в Центральном разведывательном управлении США Почему? Чтобы воевать против большевиков Я очень рад, что я это сделал Я довольно доволен Провел очень много времени с ними Сорок с чем-то лет И наконец Я не скажу, что это моя вина Что советская власть исчезла Но все-таки она исчезла Вы были в России После того, как советская власть исчезла Исчезла она? Ведь Россия как бы Преемница Советского Союза У нее тот же гимн Посольство Та же столица Дух советский все еще присутствует, по-моему Ну, в какой-то степени, да Я там был при советах Тоже Два раза И потом после советов Конечно, приятнее после советов Как вас встречали в России? Вы чувствовали себя русским? Ну, конечно, до известной степени Я чувствую себя русским И очень было приятно Видеть все, что я знал Существует Никогда Но никогда не видел Своими глазами Даже в места Где мои предки жили Вы могли бы поделиться Своими воспоминаниями? Рассказать какой-нибудь случай Прошедший с вами Во время работы В американской разведке? Я предпочитаю Не говорить об этом вообще Но вы описали это в книге? Да В книге мне было разрешено Но теперь книга Это 20 лет тому назад Была написана Да С вас очень тяжело Вытягивать информацию Меня научили так Годы, проведенные в ЦРУ В качестве оперативного сотрудника резидентуры Он описал в книге Короны и плащи Русский князь на службе в ЦРУ Давид также издал серию книг Об истории Советского Союза И дома Романовых Одна из самых известных Великие князья Когда вы выбирали жен У вас три жены были Три жены Какая женщина, правда, вас привлекала? Вот эта женщина, которая прячется Евгения Владимировна Шмидт Действительно очень заботливая супруга И искусный кулинар Женя, это вы готовили? Я Просто закусону Она доводится племянницей Известному в России капитану Шмидту Видимо, поэтому одну из стен ее дома Украшает фамильный герб Шмидтов Я первые два раза Был женат Первый раз Семь лет Второй раз Десять лет А сейчас Тридцать В шестьдесятые годы В семидесятые годы В Вашингтоне Было два приема Такие Которые действительно привлекали Воеводская устраивала В Джорджтауне Это было пасхальное А второй Был на Новый год Женя и Давид Устраивали свой прием И там вот Алеша Аболенский Играл у них Это рояль На рояле Потом, значит Там еще Были замечательные певцы Которые выступали Но всегда Всегда уже под конец Когда уже все Хорошо После двенадцати ночи Когда уже все расслабились Все уже хорошо выпили И все садится у камина Давид И начинает Перед ним стояла Бутылка скача И это гитара И он пел И когда он пел Он пел вам Лично Это всегда Впечатление Все женщины И все женщины Которые его знали И все думали Что он пел для них Специально для них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это моя сестра Маруся Одец и мать Ее зовут Хелен Хустет Родители встретились в Вашингтоне Моя мама говорит по-русски Она знает пять языков Она лингвист, поэт Когда они поженились Маме было девятнадцать А папе двадцать восемь Дочь от первого брака Александра Чавчавадзе Или просто Саша Мультимедийный художник Она живет в Нью-Йорке И руководит уникальным музеем Который открыла воодушевленная Военной игрой Изобретенной ее отцом Дэвидом В детстве Строй противостоящих Друг другу армии Разные цвета головки серы Символизируют две враждующие армии Экспонаты музея Имеют прямое отношение К теме холодной войны Между СССР и США Недавно Саша издала книгу Под названием Музей спичек В ней в мельчайших подробностях Передана история жизни ее предков В России, Грузии и Америке Саше удалось обнаружить Такие фотографии и предметы За которыми скрывалось Множество семейных историй Четыре дочери царя пишут Дорогая Нина, с Рождеством Открытка была отправлена Моей бабушке Ниной Романовой Накануне их расстрела Здесь указана дата 1917 год Мы нашли открытку в доме на Кейпкод Она лежала в книге И фотографии сравнения Саша с сестрой и матерью в Америке В 1962 году Ее бабушки Нина и Ксения Романовы В Петербурге В 1907 году Не обошла она вниманием И период пребывания ее отца Когда мой отец служил на Аляске По программе Land Lease Из Америки в Советский Союз Отправлялись боевые припасы Техника, продовольствие, лекарства Для этого американцы давали советам Свои самолеты Но пилоты были русские Чтобы самолеты выглядели как советские Американцы ставили на них Красную звезду Однажды эти звезды кончились Пришлось просить у Тексика Логотип компании И закрашивать Они выглядели как настоящие Мы открыли музей 7 лет назад Это все из Грузии Мы знакомим американцев И с изделиями народных умельцев Грузии Супруг Саши Рам Романи Занимается в музее Хозяйственными вопросами Помогает и поддерживает ее У меня двое детей Мой сын Александр Сандро Моя дочь Лила Когда Микаил рождался То как его называть? Отец мой говорил Нужно его Александром называть В честь моего отца Я сказал Почему когда рождались все мои дочери Вот ты мог бы сказать Если сын будет Александр обязательно Я бы сказал Хорошо Я сказал Уже у меня есть дочь Александра Я спрошу у нее Саша говорит Что это за... Это просто ужасно Он старается Мое имя употреблять на этого мальчика Я не мог ее обидеть Но тем не менее Вы ушли к Михаилу Потому что это были у Романовых там Так что это имя тоже у вас в роду Появлением сына Михаила И дочери Екатерины Ознаменовалась вторая женитьба Давида На американке Джудит Клиппенджер Екатерина сценарист Интересуется фермерством Вместе с мужем Джоном Редпасс Растят дочерей Софию и Нину Единственный сын Михаил или Мико Сравнительно недавно обрел семью Вместе с Келлин Куин По профессии инженер Она на 18 лет младше мужа А это их первенец Давид Чавчавадзе младший Ему исполнился недавно один год Мико мой сын тоже побывал в Грузии Его мать послала Тогда он еще учился в школе Приехав, Мико сел в автобус И отправился в Тинандали По дороге разговаривался с водителем Я не знаю, на каком языке они общались Когда водитель узнал, что он Мико Чавчавадзе едет в Тинандали Он остановил автобус Достал из багажника грузинскую чоху В наше время ее называли черкесской Надел на Мико и сфотографировал Естественно, Мико вернул ему чоху Он был очень горд, что его сфотографировали Ваши дети ориентированы на Грузию Я знаю, что ваша старшая дочь Занимается благотворительностью в Грузии Маруся Маруся очень интересуется Грузией И очень помогает Грузии Она молодец Другие заинтересовались за последнее время Потому что я был там И Маруся много раз бывала Катя, например, хочет писать книгу о похищении Шамиле Все заинтересовались Но главное – Маруся, конечно Мою дочь зовут Нелла Верите? Когда я ее назвала так Я понятия не имела, что на грузинском это означает медленно Я брала ее с собой в Грузию несколько раз Ей там очень нравится Хочет остаться подольше, чтобы выучить грузинский язык Более 20 лет старшая дочь Давида Чавчаваца Маруся Возглавляет благотворительный фонд Американские друзья Грузии За прошедшее время Ей удалось успешно притворить в жизнь Проект Дзегви Бетьяни Приобретая жилье для детей-сирот и их преподавателей Основывая центры по уходу за пожилыми гражданами И матерями-одиночками Маруся открыла и убежище Для психически больных и недеспособных людей Благодаря американскому фонду В Грузии заработал первый хоспис-центр Со школой для медсестер Летняя школа по садоводству Где бесплатно обучают основам экологии И охраны окружающей среды На стипендиях фонда Малоимущие студенты учатся в училищах и университетах Маруся старается учредить в Грузии волонтерское движение И поддерживать тех, кому не безразлична судьба архитектурного наследия столицей Отрадно, что американскому фонду Удалось спасти от разрушения уникальный дворцовый комплекс Царицы Тареджан в Тбилиси Ему больше не угрожают подземные воды Думаю, это моя страсть, мой энтузиазм, мое увлечение В основе которых большое уважение и любовь к памяти моих предков Я просто влюбилась в Грузию Это мой малыш Только она из всех наших детей разрешает обращаться с ней, как с маленькой Нам обеим это нравится, и мне, и ей После побега в Европу и Советского Союза В Америке обосновалась и дочь Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева Здесь судьба свела ее с отцом Давида Павлом Чавчавадзе Который перевел ее книгу всего один год с русского на английский язык Когда я ее встретил, мой отец уже скончался, мать уже скончалась Я к ней приехал, чтобы поблагодарить ей Она все время деньги посылала им Даже после того, что книга была напечатана Им было нужна эта казна То есть нельзя сказать, что вы жили очень вольготно и богато за рубежом То есть было, что нуждались Родителям всегда было трудно Потом вы с ней подружились Какая она женщина? Мы старались быть грузинами А что это значит? Значит, что у нее ни Б, ни М, по-грузински у меня очень мало В Вашингтоне гостеприимную семью Чавчавадзе Неоднократно посещали российские мигранты и диссиденты Поэтому в шутку их называли диссидентские руки Диссиденты, вот это вот в 70-е годы Когда начали приезжать, покидать третья волна Которые каким-то образом попадали в Америку И все, их страшно интересовал Давид Он написал уже тогда книгу И все, их интересовало, им хотелось познакомиться И вот они приезжали Их, конечно, удивлялось Потому что действительно, зная, что он и шпион был И член императорской семьи Он пел на всех языках Абсолютно на всех Даже, я помню, какие-то шотландские Из Wales Он умел какие-то limericks петь И все такое Это что-то было невероятное В Georgetown Singer Studio был такой В 80-х годах Где он хотя бы раз, два раза в год выступал Во-первых, приходили всегда Оттуда все из ЦРУ Потому что они его знали Американцев было полно Люди говорили Спой там, это, на итальянском Он споет на итальянском Что-то такое Спой по-французски Французский В общем, так Замечательно в этом смысле Однажды Давид и Владимир Толстой Пошли в церковь На Масленицу Возвратившись, они сказали А ну догадайся, кто будет с нами ужинать Я говорю, кто? А они в ответ Растропович Ну говорю, ладно Я сейчас же начну готовить курицу Нет, нет, возразили они Ты не поняла нас Он заказал блины Я что-то с ума не сошла Какие блины? К счастью, мне удалось напечь Какое-то количество блинов И отослать их вместе с ними в церковь Вечером же к нам на ужин пожаловали Вера Толстая Владимир Толстой Сюзи Толстая Читара Строповичей И также Владимир Максимов О, Владимир Максимов Было здорово Мы стали хорошими друзьями И мы стали очень хорошими друзьями В ясной печурке огонь На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке горной Про улыбку твою и глаза Рад тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Тоскует мой голос живой До тебя далеко, далеко Между нами снега до снега До снега До тебя мне найти нелегко До смерти четыре шага В молодости я грузин почти не видал Хотя был один грузин, который жил Недалеко от моих родителей В Массачусетсе Его звали Самсон, да И раз в год Мы получали открытку Самсон Устраивает шашлык И с Кахетинским Это было чудно Я ожидал, чтобы Самсон Каждый год Посылал эту открытку В 1977 году Давид Чавчавадзе впервые Ступил на грузинскую землю И сразу же отправился в Кахетию Продовое имение своих предков Тинандали Я думал, что Может быть, меня вообще не пустят туда Но машина интуриста Меня повезла туда И по дороге Они начали смеяться между собой Девушка и шофер По-грузински Я наконец спросил Почему вы? Просто скажите мне Почему вы смеетесь? Я бы хотел узнать Ну, они покраснели И потом сказали У нас говорится Что В Кахете Люди Как они сказали Люди-ослы Я сказал Как это по-грузински? Они говорят Мы Кахели Кахели Вире Вар С тех пор я это употребляю Иногда И всегда люди смеются И хлопают меня По плечу То есть вы не обиделись? Нет Я думал Что может быть По-грузински Они дадут Кое-что Поесть Скажем Ничего Ни капли Потому что Им Сказали До нашего приезда Я был С дочерью Марусей Что Не резать Баранов И Даже не дали Чашку чаю Но Улыбались И видно Что люди Которые там живут Были рады Моему присутствию Мы уехали Из Ценандали Остановились В месте Где Грузинский Царь Родился Иракли Второй Тоже мой род Еще Где похоронены Мои Родные Из Ценандали И потом Громадный Храм Лаверды Я знаю Что вам Некоторые люди Даже целовали руки Первый раз Они не смели Они просто Потому что Там были Из КГБ Все время А второй раз Когда вы были В Грузии Какие впечатления Это было Очень интересно Потому что Оказывается Что у меня Родственники Я звонил Своему другу Никот Чавчавчавадзе В Париж И он Мне Дал Целый Список Я думаю Что может быть Как в России Они все Куда-то Бежали Нет Грузины Грузины Не любят Эмигрировать И многие Грузины Моих Моих Родственников Вообще Не эмигрировали Несмотря на Ваши веков Конкретно Кто они Ваши родственники Вы могли бы назвать Мираб Кокшашвили Его дочь Майя Это очень важная Пара для меня Потому что Я с ними Корреспонденцию Имею И они Близкие родственники Другие родственники Почти Все Ильича Чудно было Второй раз Вы наверное Говорите Об осени 2008 года Да Я был В многих местах Между Цинандай И Вашей столицей На этот раз Грузинская кухня Была очень хорошая Мы даже Удивились Немножко Люди Влюбляются Просто в Грузию Теперь Мой родственник Павлик Родзянко Влюбился Он В России Чувств Часто бывал А Раз Приехал В Грузию В прошлом году И Все Уже кажется Шесть раз Бывал там И другие Такие были Среди Американцев Давид Павлович Признался Что Иногда Занимается Грузинским И уже Выучил Сорок Слов Сорок Слов Какие слова Ну Например Мэйвар Шэнхар И Синим Ариан Неплохо Один Один Грузинским Грузинским Царей И Оставил А пока Она Была Жива Павел Сказал Пусть Они Будут Частью Империи Тогда Нельзя Было Сказать Идите Туда Идите Туда Ваше Величество Нужно Было Слушаться Но Грузия Тоже Теперь Окружена Всегда Была Окружена И Теперь Конечно Если Россия Хотела Быть Забрать Грузию То Могла Бы А Грузины Все Таки Грузин Очень Часто Атаковали И Как-то Они Всегда Выходили С языком С религией Грузия Переживет Это Так же Как она Пережила Столько Другого Три тысячи Лет Это Что-то Выдающийся Музыкант Стислав Ростропович И его Супруга Галина Вишневская Дружили Семьей Чавчавадзе В то Время Когда Маэстро Руководил Национальным Симфоническим Оркестром Вашингтона На один Из его Концертов Давид Явился В грузинском Национальном Костюме Унаследованным Им от отца Павла Чавчавадзе У них была Очаровательная Собачка Маленькая Такая По-моему Породы Даксон Ее звали Пукси И Пукси Сидела Рядом С Ростроповичем Вот здесь У пианина И когда Слава Играла На инструменте Она пела А потом Она лапами Постукивала По клавишам Это было Очень смешно Последние годы Жизни Он провел В Вашингтоне Занимался Литературными Переводами Американские Университеты Приглашали его С лекциями О Советском Союзе Он общался С друзьями Единомышленниками Одним словом Был душой Общества Когда Давид Приходил Куда-то Это действительно Это его мягкость Его скромность Его такая Доброта Его Это Знаете Просто Даже С возрастом Когда он Уже стал Старше И уже И может быть Немножко глухой И уже Не такой Как-то Да Но все равно Порода Которая В нем Была Была Совершенно Обаятельная В общем Вы счастливы Да? Очень Счастлив Самая лучшая Жена Из трех Мне Позавчера Стукнуло 85 лет И я Очень доволен Что прожил Это время Я На Чечверть Грузин Тоже Присаживаю От Багратенов И тоже Завтра Романов Я Очень Горжусь Этим Хочу Видеть Как мои Внучки И Внуки Будут Взрослыми В мае В мае 2014 Года Давид Чавчавадзе Отметил Своё 90-летие А в октябре Мирно Ушёл Из жизни Во сне Его Хоронили На Арлингтонском Национальном Кладбище По обычаю Времён Английского Короля Генриха Восьмого С почестями Положенными Офицеру Американской Армии Похоронная Процессия Состояла Из оркестрантов Старой Гвардии Салютующего Отделения Воинского Эскорта Наездников И шестёрки Чёрных Лошадей Запряжённых В лафет Чёрного Цвета Оседланный Конь Бессадника Напоминал Поверье То, что Дух Лошади Сопутствует Ушедшему В иной Мир Хозяину В последний Путь Князи Провожали Родственники И близкие Друзья Славный Сын Америки Давид Павлович Чавчавадзе Без малого Века В изгнании Бережно Хранил В своём Сердце Память И дух Исчезнувшего В семнадцатом Году Отечества Память Память Субтитры создавал DimaTorzok